здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать всех кто в эту минуту смотрит канал сотник тиви сегодня 15 марта 2023 года среда и один раз в месяц в среду я делаю интервью с теми людьми которые мнение которых меня интересует вот лично меня я приглашаю на беседу тех людей которые мне интересны и которые могут сказать для вас что-то разумное доброе вечное сегодня такой человек мой большой друг которого я бесконечно уважаю пианист всемирно известный музыкант андрей гаврилов андрей здравствуйте дорогой зашла очень рад вас видеть взаимно взаимно вы меня похвалили сказали что я даже ничего так бодрюсь бодрюсь невзирая на то как в такой ситуации в разгаре войны на линии фронта вы бодрячком и я вас напросился на комплимент такая молодец все-таки напросился андрей вот вы знаете интернет-тролли в последнее время получили такую методичку в войне со мной они после того как я назвал российскую федерацию территорию рф скотобазой население которое там значит ползает я назвал двуногими мохнатиками на меня обрушились и значит сказали что у меня риторика прямо как у дэр штюрмер у как у юлиуса штрайхера известного нацистского пропагандиста а вы пошли еще дальше вы утверждаете последнее время что россия откатилась не в двенадцатый век на пятьдесят тысяч лет дальше объяснитесь пожалуйста что ж вас тоже юлиус штрайхер забурлил да нет дорогой во первых это очень плоское восприятие вас троллями и не их руководителями потому что ваш главный пассаж я говорю насколько я понимаю это ирония и гротеск это ваши инструменты которые вы работаете поэтому штюрмер здесь совершенно причем штюрмер был плоский такой же как и полка же для бахтер и все любая нацистская пропаганда эти это были плоские площадные заявления плакатного дешевого плакатного полувоенного свойства ваша интонация это гротеск и ирония горький юмор все какой бы эпидет вы не давали самые кипящие своей иронии или даже гротески там все равно есть еще большая внутренняя боль которая есть у вас внутри а это не слышать ну могут только совершенно уже на люди распропагандированы или просто идиоты поэтому ваши все передачи ваши слова ваша ирония ваш кротеск ваша насмешки я всегда слышу и слушаю через призму боли и личного участия поэтому для меня ваша интонация никогда мне не режет ухо и и и ваш образ никогда мне не режет зрение потому что я за всем этим вашим сценическим образом и всеми инструментами которым вы пользуетесь я вижу для человека который болит душой за человечество понимаете и не видит этого может только и дело что касается моего заявления о 50 тысяч лет я я вообще-то хочу сказать что я настолько разочарован поведением всего человечества что я не могу в нашей последней беседе я вам говорил я запомнил или нет что я воспринимаю сегодняшний день как глубокую древность как я воспринимаю сегодняшнюю реальность как глубокую древность древность даже не античную а древность тем эпиктом которые часто пользуются пещерным и это касается и востока и запада и бывшего советского союза и всех территорий постсоветских и всего западного сообщества и здесь я вижу тенденции очень большой деградации всего человечества я не знаю с чем это связано у меня не было времени это анализировать и думать поскольку я очень занят своими музыкальными делами и а думать это очень сложно это отнимает очень много сил и нужно целиком на этом концентрироваться нельзя 15 часов день готовить баха и параллельно думать о судьбах мира одно с другим никаким образом не связанность мне кажется не позволяет ну вот поэтому я и говорю понимаете ну давайте без предвзятости вместе с нашими слушателями и зрителями посмотрим на реальность снимем все шоры отринем все наши физиологические и ментальные барьеры психологические барьеры прикрытия страха и так далее так далее так далее даже культуры давайте посмотрим просто как человеческие сущности не человеческие сущности с посылом созидания на то что происходит на территории российской федерации и что мы мы увидим совершенно дикое дикое общество которое общество нельзя дикую общность банда я называю это даже не банда саша это не банда потому что банда это все таки некоторые цивилизации и определенная культура потому что давайте возьмем итальянцы так есть же там зоновская культура вот андрей и это все и а даже зоновская культура которая я не соглашусь с вами здесь и пойду дальше зоновская культура предполагает только не смеется определенную гуманность потому что там есть справедливость в понимании воров в законе правда же там есть но как пригожин вон говорит же пригожин же говорит не знаю что то а что он говорит что мы теперь будем делать армию в зэчью армию с идеологией а идеология это народная справедливость поскольку в этой на этой территории половина отсидела половина готовится сидеть и всегда так было то собственно идея вот такой зоновской справедливости она актуальна вот это говорит о полной совершенно деградации но то что говорит этот самый господин не хочу даже называть его фамилия это тоже совершенно существо водноисторическое которое возглавляет понимаете мы все что там происходит для меня сошло на уровень племенного бытия понимаете и мы видим войну давайте как я еще раз говорю давайте сбросим шоры давайте посмотрим непредвзято не так как мы можем смотреть будучи вовлеченными в какой-то социальный или политический процесс а просто как human beings как нормальные человеческие существа и мы увидим что там племенной образ жизни племена одни племена другие с вожаками понимаете нас вводят заблуждение их декорации их костюмы если ходить в шкуры вооружить копьями то сразу все придет к общему знаменателю мы увидим это пригожина на господина да в какой-то на шкуре которая его выделяла бы из общего племени да с каким-то хвостом и с определенным каким-то атрибутом носу с черепами совершенно верно совершенно верно да со скальпами тоже большое такое как бурление вокруг вот некрофили смерти педофиль вокруг генитального процесса они все вот если вы послушайте что они говорят они бесконечно вот у них все сравнение сводится книжек потому что ниже пояс то есть это понимаете уже такая деградация человеческая что я ее не могу назвать человеческой и поэтому я сказал что мы уже там наблюдаем общество какое-то пренатальное пренатальное предчеловеческое поэтому я написал без всякого гротеска и преувеличения что то что мы видим сегодня на территории российской федерации это пренатальное существование человеческое то есть 50 тысяч лет до нашей эры потому что 45 тысяч лет приблизительно это уже не у которого есть абстрактное мышление нематериальная культура членораздельная речь этого мы не видим этого нет в массе посему я со всей ответственностью говорю что мы наблюдаем деградация на уровне отката на десятки тысяч лет какой там к черту двенадцатый век дворский собор мир в европе полная просвещенность да какой нафиг двенадцатый век 50 тысяч лет до нашей эры вот что-то вот предчеловеческое общество да это это сильно андрей а как они докатились до этого это же это же произошло как то очень быстро это подготавливалось всем течением времени с октября семнадцатого года и вы знаете что об этом сигнализировали чутки люди такие как многочисленные философы которые поняли все в течение дня розынов со своим апокалипсом все описал розынов все описал хоть он и порядочный болтун и имперес и националист василий васильевич признавался что он дал графоману может своего общества в конце концов но у него все была очень светлая голова и он уже все в апокалипсисе кстати он же дал название железный занавес совсем это не черчилль сделал фулксенской речи это это написал в апокалипсисе замечательная розынов который прекрасно будучи журналистом прекрасно владел языком он задавал сейчас процитирую по памяти с лазгом визгом и скрипом опускается железный занавес над российской историей да 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 вот это великое его прозрение он обладал даром зрения но и даже гораздо более мелкие люди такие как бунин на выкаянных днях уже тоже все даже болгаков который совсем молодым человеком уже скончался он и совсем молодым человеком писал не будучи большим мыслителем тоже все видела видели сотни десятки тысячи людей видели писали оставляли свидетельство того что происходит 17 18 году просто все люди инерционные они игнорируют такие вещи они игнорируют крики своих пророков потому что им не хочется ассоциировать себя с толщины в крови пророками это неприятно это дико неприятно когда вот мои программы очень часто выключают просто выключают потому что это крайне токсично то что не токсично это как раз очищающее токсично то что за пределами ваших программ но дело в том что люди у людей настолько извращенного сознания и на и ходом истории и манипуляции на манипуляторами общественными что они отравлены до такой степени бесконечным количеством лжи которая составляет уже девяносто девять процентов их организмов и всего существа потому что история построена на лжи политическое сообщество построено на лжи социальное общение построено на лжи все построено на лжи и вдруг вы который как скальпелем режет 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 правду получается что вы вносите дискомфорт и вас больно служит и вы воспринимаетесь отторгаетесь но вы отторгаетесь как алкоголик отторгает лечение это совсем другое дело также будут отторгаться все здоровые поползновения оздоровить общество в российской нации даже если туда придет правительство состоящее из двенадцати дизисов они ничего не сделают они ничего не сделают здесь уже только один доктор андрей меня часто упрекает еще в том что я гашу как бы гашу тех кто выступает против путина кто вот активную антипутинскую позицию дескать ну вы же делаете одно дело вы же делаете одно дело а я всегда говорю ребята я не воюю против путина я воюю против системы бывает потому что путин это один из правительства вы сужаете даже свой горизонт действия вы боретесь вы боретесь с океаном человеческого нежества который покрывает чужие а вот когда вы поняли что вы с этим воюете с человеческим нежеством когда вы это поняли вы знаете это шло параллельно с моим продвижением музыкальных делах чем больше я понимал что люди озвучивающие музыку включая композитора все к самых великых за исключением баха что они практически все невежды и не понимают что делают опираясь на 99 процентов на свои честные рефлекции просто музыкальные дарования от природы занимаясь целиком только ремеслом и композиторским и исполнительским ничего не понимают музыка музыка это музыка это зеркало который в нематериальном виде отражается вся жизнь там еще легче смотреть все жизненные коллизии потому что не мешает мясо костям там в чистом виде человеческий интеллект и человеческие эмоции там весь человек поэтому я свою новую серию которую я начал записывать после 30-летнего перерыва я вернулся к очень интенсивным записям когда я понял музыку понял жизнь моя серия которую до смерти буду вести записи называется music as living consciousness музыка как живое сознание я пришел к тому что музыку нужно озвучивать как живое сознание человека включая все краски какие мы можем музыке дать которые рекреируют нам человека живое сознание почему живое сознание потому что музыка это единственный вид человеческой деятельности где человек сохраняется навечно в живом состоянии вибрации да потому что это единственный феномен который действует на нас на людей минуя анализ мозга мы музыка действует мгновенно на нашу наверное систему проходя пронизывая нашу физиологию а потом уже самые умные слушатели могут проанализировать почему был тот или иной эффект вот поэтому это абсолютно живое живая материя и она являет нам собой концентрированном и конденсированном жадном виде жизнь всего человека вот и вот чем дальше я продвигался тем больше я видел совершенно чудовищное невежество чудовищное невежество когда передо мной совершенно ясно открылась вся жизнь всего сообщества мирового как общество стоящего на пороге осознания себя то есть мы находимся совершенно диком состоянии потому что даже наша самая великая музыка она пока что вся действует на уровне дикарей это рефлексы инстинкты таланты дарование импульсы ремесло то есть мы те же самые кроманьонцы только чуть чуть возросшие и вот чем дальше я шел в развитии всех этих идей чем дальше развивался мой кругозор обзор картины всего мир кроме того я достаточно хорошо знаю мировую культуру не по книгам по книгам ничего я как-то один раз написал что если ты не делил последнюю ложку риса с китайцем или японцем не пил пополам последнюю бутылку красного вина с французом и так далее и так далее и так далее ты не мог никогда не познаешь что такое культура понимаете вот нужно весь этот пуд соли с каждой культурой все есть по-своему да вот вам скажу только ему хорошо он известный музыкант он по всему миру по поездил из китайцем он поел из француза понимаете дело в том что все что я говорю это как раз идет в пику то что называется коммерческая карьера потому что нужно откладывать к чертовой матери и музыку а познавать мир совсем с другой стороны познавать культуру совсем с другой стороны потому что культура сочится из земли и ты должен принимать ее из земли если сидишь за клавиатурой и наблюдаешь мир из окна лимузина или самолета но ты всегда будешь инфантильным дурачком туристом поэтому я оставлял сцену трижды на десяти лет первый раз это случилось в девяностых годах потом в середине нулевых затем уже после того как я вернулся уже третий раз в десятом месяце двенадцатом году я снова на восемь лет ушел потому что мне нужно было напитываться полной культурой для того чтобы спали все шоры в глаз и чтобы я непредвзято мог анализировать все музыкальные тексты которые как я еще раз повторяю утверждают являются ничем иным как сжатым и конденсированным сознание всего человечества в разных но ведь мир музыкантов это тоже какая-то такая система наверняка же вам противостояли наверняка вас возгнобили в параллельном мире я достаточно рано понял это было в начале девяностых когда мне было тридцать пять в тридцать шесть когда я стал разрывать все контракты чтобы было очень болезненно мы отравлены все мы в обществе мы отравлены наркотиком социальных связей особенно если мы делаем коммерческую карьеру то это такой ужас это такой страх когда ты разрываешь контракт когда вы же сами знаете как много людей даже в советском союзе из таких знаков публичных персон как они оставляли в своих книгах записи как они боялись молчащего телефона как они боялись невнимания как они боялись быть невостребованными и так далее так далее ведь это же ужас который преследует любое живое существо быть забытым и погребенным заживо в забвении есть такой клише на самом деле если ты жизнеспособный творческий человек ты не будешь погребен и заживо в забвении ты обретешь свободу и начнешь новый путь когда ты сможешь действительно сказать новое слово людям в творчестве потому что любое новое слово творчестве это открытие дверей людям к свободе самопознанию и осознанности и просто таких художников на сегодняшний день у нас нет вообще на земле потому что все повязаны круговой порокой востребованности и коррупции денежной коррупции не то что подкупать 1 2 3 а именно коррупции которые коррозию души производит когда ты знаешь то есть ты потеряешь 20 контрактов с теми и с теми гонорарами ты потеряешь ипотеку дома имущество машины с семьей начнутся разлады и у тебя кошмар и ты уже совсем даже не можешь подумать о том что батенька ты же ведь художник поэтому все что ты как аргументы здесь выкладываешь от недвижимости до семьи не имеет никакого веса ты художник а все остальное ну уж если повезет может быть и приложится но главное ты художник а значит и один во всей вселенной один и если тебе хватит мужества и сил то ты проведешь на дороге райские людей вместе с собой и они затем поймут и будут когда-нибудь тебе благодарен через много лет после твари вы только что произнесли какой-то манифест анти оскара я так скажу вам никогда не вручат оскара вам никогда не вручат никакую никакой премии все премии я уже получил в 70-х 80-х и 90-х премии все это все понимаете пища для юнцов и молодежи которые их так или иначе как господин павлов тренировался собачьи говорила пищевой поощрения понимаете наступает время когда пищевые поощрения не нужно уже тебя выпустили в жизнь нельзя до 80 лет заниматься тем чтобы к несчастью люди остаются настолько инфантильные что они собирают вот орденами на фраке френчи и кители и думают что таким образом они завоевывают симпатии и признание общества тогда как на самом деле это все то же самое пищевое поощрение ну да они они ходят как такие елки обвешанные новогодними игрушками с гирляндами все это переливается и военных штатских и артистов как я вам уже сказал все идет туда вот в юность если ты не порвешь вот все эти цепочки все это идет к безумной отравленности наркотикам востребованности славы и коммерческого успеха и вот этот вот разорвать я помню что для меня это было порой на грани самоубийства но потому что тебе все твое существо вместе с поддержкой всех 8 миллиардов которые живут на нашей планете говорит ты совершаешь самоубийство ты совершаешь самоубийство тебе твое сознание стучится череп ты теряешь все ты теряешь семью ты теряешь дом ты теряешь контракт ты теряешь аудиторию деньги успех слава все все на свете ради чего ты это делаешь и за ответ остается один я делаю это ради художественной правды а тогда разом тебе говори за что это такое иди гуляй хочешь быть свободным ну я думаю престарелых и ложишься к нам они все свободны и как вы отвечали на это как ну да это это правильно это правильный ответ ну и что вы считаете что освободились или победили систему или она в принципе и невозможно победить может только самому особо потому что это это система которая живет ради себя это это существо в себе и ради себя потому и поэтому их нельзя обвинять весь музыкальный мир он не имеет никакого отношения это гигантский конгломерат мировом масштабе ремесленников которые занимаются тем о чем мы говорили это карьера это успешное ремесло к концу жизни лучшие из них достигают великого ремесленного мастерства когда они пленяют слушателей точными круглыми звуками не имеют в себе никакого ни смысла ни содержания но дело в том что дело в том что музыканты до сих пор до сегодняшнего дня они не отличают форму от содержания да то есть есть определенный эстетический закон в искусстве который гласит один из первых что нет различия между формой содержания что искусство а также музыка первую очередь имеют одну одну одно целое который через черточку пишется форма содержания то есть форма является содержание на самом деле это абсолютно дикая чушь это также как если сказать теперь я вижу когда я вижу содержание любой музыки 40 лет я занимался совершенно другими дисциплинах которым музыканты вообще не занимаются а вот психологического анализа текстов вот физиологического анализа текстов мне приходилось развивать эти дисциплины науки с нуля заново превращать музыку музыка не является искусством об этом тоже музыка это наука музыка это очень точная эмпирическая музыка я через неделю буду говорить обо всем этом постараюсь насколько сдержан насколько насквозно говорить с одним из главных музыкальных журналов амадерс где буду поднимать все эти темы первый раз по моему редакция журнала набралась можно поговорить посмотрим я вам обязательно покажу это интервью когда оно выйдет мы делаем его в зуме в живом потом будет расшифровываться и редакция моделса и затем она будет публиковаться вот мы будем обо всем этом говорить потому что мы мы в тупике мы в тупике музыка тупике музыка деградирует дело в том что музыка не являясь наукой она обречена только на совершенство формы увеличение скоростей совершенства формы и вместе со всем этим деградирует и музыка и человек но это одно и сегодняшняя музыка это ремесленческий цирк который уже до такой степени смешон что там наибольшим авторитетом популярности просто фильм просто клоуны это откровенные клоуны которые делали совершенно бульгарный шоу но вот это деградация нашей общей мировой культуры ничего сделать нельзя поэтому извините заболтался поэтому а можно существует параллельно и строить параллельными при этом здоровый мир точно так же я уверен что и в политическом отношении с русскими надо поступать нельзя ничего там реформировать если есть какие-то здоровые силы русских надо обвинять и строить отдельный мир только я таких сил не вижу пока что но вот вы заговорили о ремесленничестве в музыке я думаю что не только в музыке вообще в искусстве в мире искусства ремесленничество это такая очень прибыльная вещь но у меня просто одно имя вертится на языке я не могу не спросить вас об этом человеке известный композитор киношный композитор энио мариконе вы считаете его ремесленником или как нет мариконе очень человек он исходит прежде всего я лично его просто обожаю я обожаю его музыку я поэтому поэтому я вот так с трепетом вас спросил об этом делал то что как только мы отходим чуть-чуть сторону от строго классического цеха да ближе двигаемся в сторону здоровой эстрады и некой легкой но благородной музыки то тем здоровее сразу становится атмосфера и обстановка и тем здоровее индивидуальности которые там работают поэтому вот эти два итальянца он и на америконе и забыл они очень талантливые современные народные композиторы которые озвучивают на современном этапе народную культуру потому что они очень там все до такой степени пронизано от сицилии до милана от ломбардии до компаний пронизано все каждой каждой землей и в каждой фразе я слышу на аллюзии и отсылки к определенным землям итальянским которые я знаю как свои родные вот они очень разные и вот зная их фольклорные иконы в творчестве мариконе и мином я слышу звучание той или иной земли и естественно когда идет культуре земли а она здорово и честно я напряжу просто за собой заметил что иногда просто иду по улице и не в голове звучит там этом тема из фильма парадиза до кинотеатр парадиза или там однажды в америке мариконы это же просто какие-то великая музыка на самом деле настолько глубокая что конечно потому что она идет самые глубины национальные не только национальные но она становится общечеловеческой поскольку она трогает наши самые гуманные струны то есть работает как должна работать музыка возвышает поднимаете укрепляет вот если после этой беседы уважаемые зрители вы послушаете например хотя бы мариконы я уже буду считать что не зря уже не зря это очень хорошие мы с вами уже начали разговор говорили по-немецки хайнингом очищение вот чистится музыкой это 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 гораздо лучше чем чистится даже церковь и большому сожалению я вынужден вернуться в русло неприятных если нас ну так что говорили о великой музыке о великих композиторах и тут все опять я сейчас реальность музыка нам дает силу для того чтобы не закрывали глаза перед реальностью а реальностью играет космос но сейчас какой-то совершила виток наша космическая система и бросила нас на пятьдесят тысяч лет назад ну что ж лет спейсов как говорят англичане знаете андрей я чем дольше слежу за новостями чем больше этих пикселей выставляю в виде там чтобы составить общую картину и я вижу что на горизонте маячить что-то большое и ужасное а первая половина двадцать первого века может превратиться в период оплаты счетов принесенных из века двадцатого со всеми этими знаете вот фашистами коммунистами исламскими фундаменталистами и так далее что вот эти споры трофической язвы будут просто выжжены каким-то каленым железом или они захватят планету и уничтожат ее к чертовой матери вот у вас есть такое ощущение понимаю временами апокалиптическое чувство и в общем она принципе любого мыслящего человека должно в тяжелые минуты на планете посещать не знаю произойдет так или нет но 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 мы же видим как ось зла сформировалась иран китай россия кндр вот это то что я теперь уже называю да оси зла как когда-то тоже назывался советский союз это абсолютная ось зла ну она так сказать не есть зло какое-то изысканное рафинированное это просто громадная масса невежества агрессивного который ненавидит просвещение вот и все поэтому это не совсем даже зло а это это просто очередная маска воровства который хочет уничтожить просвещение здравый смысл просвещение здравый смысл ведет тяжелейшую борьбу начиная с первых цивилизаций средиземноморья то что все достаточно гладко шло до сегодняшнего дня это в общем было какое-то благоприятствование истории сегодня мы видим то что вы говорите я отлично понимаю потому что все что посеяно вождями смерти стали мало по упорте все эти и так далее и так далее да ну ким и в конце концов это маленькие а вот эти вот громадные которые миллиардных конгломератов человеческих объединяющих огромное количество культуры народов по 200 300 народов включены ушками да это очень сложная момент нашей истории который может закончиться большим хлопком да когда все к чертой матери закончится может ну так чем и должен быть приятнее вызов мыслившему меньшинству которое должно противопоставить всю свою креативность этому чтобы предотвратить процесс в конце концов возобладание невежества потому что ну да если сегодня мы уже говорим о том что совершенно очевидно проглядывается существо предчеловеческого образа мысли не образом если образа поведения мысли то есть очень большой риск что все мировое золото что-то свалится это конечно будет страшно конечно будет страшно может это есть ведь вы же прекрасно знаете что есть теория что было много раз пики цивилизации на этой планете они таким образом проваливались сначала с палки копалки я не знаю я не могу стекулировать на эту тему для этого должен говорить только очень серьезные ученые но противостоять этому надо вот смотрите это работает так или иначе потому что индивидуальное мышление это огромная сила то что делаете вы в сфере на просвещения но вы же один вы же вообще один из которого можно назвать из неприсоединившихся уже все так или иначе друг другу просто чтобы разделить определенные житейские бытия и политические трудности потому что там вдвоем легче втроем еще легче четвером еще легче но вдвоем это уже компромисс втроем это уже три компромисса четверо четыре компромисса а если вас целая тусовка то вы уже вообще теряете индивидуальность поэтому присоединяться в таком деле никому не надо это то же самое дело у меня музыки и что же поделать я точно так же как и вы подвергаясь не просто критике а ненависти международа большого количества международного сообщества которое просто откровенно брешет и маргинализирует ведь вас но это началось с тех пор как только я в семьдесят девятом году возвышал свой голос и захотел быть индивидуальностью меня тоже прихлопнули и посадили каталажку воспитывать но затем все сложилось так как я хотел а не как они хотели из тех самых пор с 1979 года это война советский союз международное музыкальное сообщество воюет с одним музыкантом гаврилов который всего нашего желает быть неприсоединившимся и делать музыку так как он считает нужным больше ничего понимаете насколько вот это вот обезьяне солидарность сильна и насколько еще человек дик насколько мы еще живем в племенном сообществе включая восток запад и все цивилизации когда один неприсоединившийся человек вызывает просто гнев и ненависть всех племен только лишь потому что он поднял наверх нами независимости свободы и правды спасибо вам большое это был манифест андрея гаврилова который никогда не присоединиться к и невежном к армии невеже спасибо вам большое андрей за эту беседу я думаю что мы с вами еще об очень много мы поговорили мы с вами договорим сейчас мы сейчас с вами еще чуть-чуть договорим в ответах к наш наших патронов патронов нашего канала то есть мы с вами еще поиграем сейчас пинг-понг я слышал про эту вашу новую затею вопрос ответа вопрос ответ блиц я считаю что замечательно очень здорово затея чтобы человек показал свою реакцию и остроту своего мышления не подготавливались бла-бла-бла политически корректного вообще мне кажется что мы даже еще не начали разговаривать саша мы еще не начали разговаривать это разговор на много 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 программ на много программ я с нашими зрителями сотник тиви прощаюсь после небольшой отбивки мы присы мы с андреем будем играть пинг-понг а